Закрытый военный городок Серпухов-13 засекреченный и стратегически важный объект. Забор, колючая проволока и часовые на КПП надежно охраняли тайны местного батальона связи. До недавнего времени. 15 офицеров спецподразделения вооруженных сил России стали жертвами кибермошенников. С их банковских карт сняли полтора миллиона рублей. Да, есть. Есть? Да. А правда что? Сколько там человек? Не в курсе. Ну там у офицеров. Все офицеры батальона связи приветливые, клиенты банка ВТБ-24. Преступники с помощью специального оборудования, скиммера, сняли всю информацию об их картах, а потом увели со счетов крупные суммы денег. Первые жертвы мошенников обратились в полицию еще 12 сентября, а уже после потянулись и остальные. Суммы, снятые со счетов, по-разному ударили по семейным бюджетам офицеров. Кто-то лишился пары десятков тысяч рублей, а кто-то и сразу восьми зарплат. Немало, если учесть, что в этой элитной части средний заработок 40 тысяч рублей. В банке уже приготовились уплачивать компенсацию. В одном из банкоматов одного из банков Российской Федерации была установлена скимминговая накладка, которая так или иначе позволила дискредитировать уникальные данные клиента, банковскую карту и уникальный код. На текущий момент банк рассматривает заявления клиентов и готовится уплачивать им компенсацию, которая была связана с мошенническими потерями. Как сообщил нам представитель отделения ВТБ-24, на данный момент банк проводит внутреннее расследование инцидента. Все карты заблокирования по инициативе банка будут перевыпущены бесплатно в самое ближайшее время. Максим Костенко, Влад Староверов, LifeNews.